Всем доброго времени суток, друзья! Данное гадание для Натальи. И сегодня мы посмотрим, каким образом вам выстраивать вашу жизнь для того, чтобы найти работу. И стоит ли вообще ее искать? Что стоит делать? Чего не стоит делать в данном случае? Потому что, как вы правильно в переписке заметили, может быть такая ситуация, когда судьба вас находит даже дома. То есть вам не нужно никуда идти для этого. А некоторым людям, наоборот, нужно следовать своим путем и искать, и находить, и действительно прилагать какие-то усилия для того, чтобы реально что-то пришло в их жизни. Вот мы посмотрим, какой случай в данном варианте у вас. И мы посмотрим сейчас, что вам нужно делать, а чего не нужно делать для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. И на вопросы ответим по поводу работы. Первое, что мы смотрим, это что должна давать вам работа ментально и в связи с общением с окружающими. То есть должна ли это быть какая-то очень такая открытая работа, на которой вы можете общаться, на которой вокруг вас должен быть коллектив. Или вам, наоборот, лучше заниматься тем, что нужно делать в одиночестве. Потому что люди все разные, характер у всех разный. И кому-то подходит шумный коллектив, когда вокруг постоянно люди, а кому-то подходит только то, чтобы сидеть одному, например, заперевшись в кабинете, но зато прекрасно выполнять свою работу. Вот здесь вот все индивидуальные, что подходит вам, к чему надо стремиться. Что должна давать душевно вам эта работа, то есть эмоционально, какой настрой у вас должен быть на ней. Что вы должны делать по факту. То есть, ну естественно, мы подразумеваем, что здесь и финансовая составляющая должна быть. То есть, что вы должны получать за это деньги. Это само собой разумеется, раз мы говорим о работе. Чего вам нельзя делать? Что вам нужно делать для того, чтобы получить деньги? И что именно может принести вам деньги? Вот здесь такой вопрос интересный. То есть, что именно принесет вам деньги? Может принести. Чего не будет в ближайшие полгода по судьбе, по поводу работы. Что может быть в данном случае на ближайшие полгода? То есть, какие перспективы мы можем рассмотреть? И карты предостережения и совета. В данном случае совет бонусом от меня, от карты. Мы будем смотреть, что у нас получается с вами. Давайте смотреть первые ответы. Здесь мы посмотрим, что должна вам давать работа ментально. И что должно происходить вообще в данном случае для вас. Ну вот смотрите. Мы можем говорить о том, что, во-первых, ваш ум не должен быть спокойным. То есть, пребывание в каком-то, знаете, состоянии дзен не для вас абсолютно. Для вас нужна такая работа, где вы можете не только общаться, но еще и, может быть, даже где-то поспорить, где-то убедить. Где-то, может быть, что-то должно быть соревновательное. То есть, элемент соревновательности и состязательности какой-то для вас был бы очень важным. Но при этом, вы знаете, неплохой была бы, конечно, возможно, работа с какими-то подопечными. И это может быть устраивание каких-то соревнований, состязаний или детских, или в каких-то организациях. Но вот даже как пример мы можем сказать, плюс ко всему, это может быть борьба с самой собой и благотворительность. Благотворительность какого рода? Вы можете сказать, ну у меня, допустим, в кошельке не так много денег, чтобы раздавать их на благотворительность. Я вам объясню, что может это означать. Может означать то, что вы можете помогать людям. Например, вы можете, скажем так, какого-то немощного человека доставлять к воскресным службам в храм, например. Вы можете помочь, поддержать. Это может быть связано именно с религией. Это может быть связано с посещением храмов. Это может быть действительно отдача, когда вы получаете не только деньги за то, что вы делаете, но вы получаете еще и моральное удовлетворение, благодарность и радость человека. То есть однозначно работа в закрытом кабинете не для вас. Вы должны быть среди людей, вы должны общаться и вы даже, возможно, должны соревноваться в чем-то. То есть вот какие-то такие моменты соревновательного характера будут увеличивать и ваше удовольствие от работы, и, соответственно, скажем так, выхлоп материальный, который вы можете при этом получать. Что касается вашего эмоционального настроя, работа не должна ввергать вас в какую-то встряску. Работа не должна заставлять вас с кем-то прощаться, куда-то уезжать. То есть работа по месту жительства с наибольшей долей вероятности. Также мы можем говорить о том, что это та работа, которая требует чувства умеренности и требует спокойного состояния души. Это не значит, что вы должны быть на разрыв, это не значит, что вы должны быть на нерве. То есть вы эмоционально должны стремиться к равновесию какому-то. И что касается равновесия, здесь я еще могу сказать. Это не значит, что вам должна не нравиться работа, или наоборот, она должна вам очень нравиться. Это должно быть нормальное, спокойное состояние. То есть показатель влюбленности в свою работу для вас особой роли не играет. Вы можете хорошо относиться к тому, что будет действительно для вас комфортно, спокойно, полезно. И что касается дел, вы можете действительно быть в каком-то плане судьей. То есть опять же, если вы организовываете какие-то соревнования, вы можете их судить. Вы можете, будем так говорить, давать советы, которые будут влиять на жизнь людей. Но вы можете давать советы некоего разрушительного характера. И вы можете менять многое. Смотрите, у нас на то, что вы можете делать. Дано три аркана. Арканы все старшие. Арканы все сильные, мощные, взрывные, пробивные. То есть вот здесь, вот, то есть ваша деятельность, хотя и по месту жительства, но должна быть достаточно активной. При этом вы можете нынешнюю свою деятельность менять в сторону какой-то несерьезности и шутливости на 180 градусов. Я говорю то, что приходит. Вы смотрите по своей ситуации, что конкретно это может значить для вас. Я не знаю, потому что я конкретно, в принципе, не знаю вашей жизни. И приблизительно вот мы говорим о том, что вы можете делать. Вы знаете, это может быть даже работа официальная, но тем не менее связанная с творчеством. То есть это действительно, это какие-то люди вокруг. Это те люди, которым вы можете дать совет. Возможно, это дети, среди которых вы как будто бы на правах старшего можете говорить те слова, к которым будут прислушиваться. Может быть, вы будете рушить какие-то общепринятые, скажем так, каноны. Может быть, это даже вот как бы сейчас это вас не удивляло, но это, возможно, ситуация, когда вы можете работать даже в бюро ритуальных услуг. Потому что здесь ложатся карты, которые отвечают за смерть, за разрушение. И это не какие-то страшные вещи. Это просто вот какие-то советы, поддержка, рекомендации людям, которые будут спрашивать. Это может быть связано с бумагами, то есть даже с какой-то бумажной работой, но которая будет связана именно с людьми. Оформление каких-то документов – это то, где вы будете печатать или писать. Вот такие вещи. И это может быть социальная сфера, потому что изначально социум у нас выходил. То есть карта, которая отвечает за храмы и то, что я говорила, она также напрямую связана с социумом. И вот это то направление, о котором вам можно задуматься. Подумайте, что это может быть в вашем случае. Чего нельзя делать? Что можно делать? Вы знаете, ну опять у вас ложится карта конкуренции. Опять у вас ложится карта, которая отвечает за какую-то власть. То есть у вас может быть, скажем так, возможность распоряжаться не то чтобы судьбами, но оказывать влияние на судьбу людей. И в этом случае, возможно, чего делать нельзя? Нельзя накопительствовать, нельзя вам работать с финансами, вам нужно работать с бумагами. То есть с финансами и в какой-то конфликтной, резкой, скандальной сфере нельзя работать. Можно работать с бумагами, можно работать там, где достаточно жесткая конкуренция. Ну вот я не знаю, где и там может быть конкуренция. Но конкуренция там, где могут крутиться достаточно крупные деньги. Это не какое-то креативное начало, это вполне традиционная работа. О чем я говорю, наверное, вам все-таки лучше знать применительно к специфике вашей внешности. Извините, местности. И вот здесь вот мы можем говорить о том, что вы действительно в этой ситуации можете работать как будто бы защитником семей, защитником людей. И что это будет? Ну это защита какая-то на бумаге. Это что-то вот, что связано все-таки с документами. И то, что будет давать вам определенную возможность влиять. И влиять в первую очередь эмоционально на судьбы людей. Вообще карты суда ложатся у вас достаточно, скажем так, четко. Но при чем здесь суд? Исходя из тех данных, которые вы мне дали, я не очень понимаю сейчас. Может быть вы поймете, о чем идет речь. Я не знаю, каково ваше образование. Потому что, возможно, это как-то связано именно с вашим образованием. С тем, какие у вас есть именно изначально документы об окончании каких учебных заведений. Потому что здесь ложится все-таки карта, которая говорит о том, что вы можете действительно выступать как советчик. Вы можете оформлять какие-то документы, касающиеся действительно людских судеб и чувств. Но каким образом это будет происходить, конечно, хороший вопрос. Следующий вопрос, чего не будет в ближайшие полгода. Что может быть и предостережение и совет. Ну вот знаете, смотрите. Карты ложатся интересно. Из того, что не будет, мы можем говорить, что каких-то грандиозных, глобальных страданий о том, что не достигнута победа и страхов, которые связаны именно с жесткими логическими решениями. А, возможно, с мужчиной, который имеет отношение к правоохранительной системе в том или ином ее варианте или к военной службе. У вас не будет. Но у вас может быть достаточно серьезный в ближайшие 6-8 месяцев период стагнации. В котором вы должны интуитивно выбирать. То есть вот все, что сейчас сказано, это только первое зерно, которое должно заставить ваш мозг работать и думать и в определенном направлении копать. То есть здесь я могу даже какой дать совет. Достаньте лист бумаги и все, даже казалось бы, самыми безумными, те идеи, которые кажутся безумными, вы на этот лист выписываете. И потом вы сидите и обдумываете честно и от души каждую свою идею, которая может действительно вам тогда дать определенное решение и вам дать возможность принять верное решение и совершить правильный шаг. Но сейчас какое-то неблагоприятное время. То есть есть период стагнации, который говорит нам о том, что в ближайшие 6-8 месяцев вы можете только интуитивно догадываться, интуитивно искать. Но тем не менее в один прекрасный момент может прийти какое-то резкое открытие информации, которое вдруг откроет вам глаза. То есть ваша интуиция выйдет на другую стадию, когда вы уже наяву именно ментально будете понимать, что происходит и примете, возможно, какое-то достаточно хладнокровное решение. Но я вам могу сказать, что в вашем раскладе очень много мечевых карт, которые отвечают все-таки за логику, за ментальность, за бумаги, за то, что касается вот именно правоохранительных органов, военных каких-то моментов. Также эти карты могут иметь отношение к медицине, поэтому я бы посоветовала вам, что касается здоровья, ну скажем так, не заигрываться со своим здоровьем и не перегружаться. А обратить внимание на какие-то, может быть, хронические заболевания сейчас, потому что, возможно, вот этот период стагнации, это то время, которое вы должны уделить вашему здоровью. И пока вы не разберетесь с этой проблемой, дальше как будто бы время не идет. Предостережение замыкаться в себе, замыкаться, вот знаете как, вот какой-то глухой стеной от окружающих. Излишняя настороженность и проявление силы, то есть когда вы добиваетесь своего давления, будет неправильным ходом в вашем случае. Но в вашем случае было бы правильным отдавать, отдавать энергию, отдавать свои силы, отдавать свои знания кому-то. Но опять же, вы знаете, выходит карта, которая может все-таки говорить и о ритуальных услугах. Но задумайтесь все-таки, если это вам вообще, ну скажем так, если не является это чуждым, потому что кто-то, например, вздрагивает и говорит, да ну такие вещи, я даже не могу об этом думать, там прочее. А кто-то всю жизнь свободно живет рядом с кладбищем, ему нормально абсолютно это. То есть он не воспринимает. Я, например, не воспринимаю это как что-то ужасное. И если, например, даже я вижу какие-то дома около кладбища, я даже считаю, что, в принципе, людям в определенном смысле повезло, там тихо и спокойно, скажем так, если не собираются сатанисты, например, да, на этих кладбищах. Я уж прошу прощения за то, что я говорю такие вещи, которые, может быть, кому-то покажутся излишне резкими. Но я считаю, что это наша жизнь и прятаться от жизни, делая вид, что чего-то в ней нет, было бы неправильно. Лучше это просто нормально, адекватно воспринимать. В общем, вам нужно, конечно, действовать в направлении, когда вы будете отдавать, и тогда деньги будут приходить к вам каким-то образом сами. Но ближайшие 6-8 месяцев меня настораживают, потому что это определенного рода стагнация, это определенного рода какой-то тормозной путь, будем так говорить. Карта СтопКрана ложится, которая, скорее всего, говорит о том, что вам нужно позаниматься своим здоровьем и вложить что-то в себя, для того, чтобы вы могли идти дальше более успешно. Ну, а я в любом случае желаю вам благополучия, желаю вам женского счастья, желаю вам тех доходов, которые смогут вас радовать. И, конечно, от всей души желаю вам удачи. До встречи, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»